Ну что, друзья мои, привет! Как всегда, итоги дня в это время. И начну, наверное, с коронавируса, который всем уже отчасти надоел. А отчасти все же, знаете, он не отступает. И в Киеве число больных растет, например, так же, как и в других областях. И тут уже Кличко у нас говорил о том, что, возможно, придется, если так все такими темпами будет происходить, возможно, придется вернуть самый строгий карантин, что, конечно, совершенно добьет вообще уже бизнес. И если бы у меня спросили, как правильно, то я бы вам сказала, что я не знаю, как правильно. Правильно, наверное, было бы, да. Кстати говоря, доктор Комаровский, который вчера давал мне интервью в рамках программы «Народ против» ток-шоу большого, сказал, что 1900 с чем-то заболевших в сутки – это не отражает настоящую картину. Вообще, в Украине, он говорит, по всей видимости, каждый день заболевает 5-6 тысяч человек. Ну, согласитесь, что это очень круто. Но что меня больше всего смущает, то, что сфера обслуживания вся открыта. Рестораны, кафе, карусели, я не знаю, там агентства разные, салоны и так далее. Но никто не озаботился тем, чтобы провести массовое тестирование для людей, которые работают в сервисной зоне. Я считаю, что это было бы самое правильное. Конечно, для строгого карантина уже нету странной возможности. Промышленность и так вздыхает, и экономика, так сказать, многие очень бизнесмены не вернулись к своей деятельности после карантина. Поэтому тут, конечно, я бы даже и не стала не рекомендовать это. Но провести массовое тестирование, чтобы выявить носителей, которые заражают, которые бессимптомны. Бессимптомные считают Комаровским, маловероятно могут кого-то заразить. Ну и же люди, которые ходят, знаете, с симптомами, покашливают. Там небольшая температура. Кто может их удержать дома или запретить им ходить? Многие из этих людей ходят. И в том числе и на работу, и заходят в общественный транспорт и так далее. Поэтому хотелось бы, конечно, все же. Я считаю, что самый правильный путь, это был путь Южной Кореи, которая просто установила автоматы и начала ебушить, так сказать, всех подряд на тестирование. Но у нас, говорят, нету денег. Ну не знаю. Такие же фонд коронавируса. А что оттуда забрали 20 миллиардов на дороге? Вот прям, знаете, не строили 30 лет. А именно сейчас нужно начинать строить. Но почему забрали на пенсии, спрашивать не буду. Это и так, мне кажется, абсолютно понятно, да, что тут спрашивать. Одним словом, конечно, ситуация такая себе. Просто вот прям, да, так себе история. И посмотрим, чем это. Ультрафиолет ничему не помогает, лето ничему не помогает. Говорят, что осенью может быть вторая волна. А сейчас что? У нас, кажется, мне первая еще не закончилась, на самом деле, да. Мне приятели присылают из Соединенных Штатов постоянно видосы, в которых, с одной стороны, рассказывает, как там Трамп помогает простым людям. Ну я вам скажу, молодец Трамп, елки-палки. Там одноразовая помощь, по-моему, 1200 долларов всем. И компенсации для каждого человека, который там вынужден, например, сидеть на карантине или был сокращен, да, уволен в связи с сокращением из-за пандемии. Каждый месяц ему оплачивает государство, вот его минималку, то, что он получал. И не вопрос. То есть все люди обеспечены более или менее нормальной жизнью. У нас же, конечно, никто ничем не обеспечен. У нас тут решили вдруг построить дороги, потому что мы же затеяли во время пандемии программу «Большое строительство». Ну, вот понимаете, логика то, что называется. Я никогда этого не смогу понять. Сейчас там самая болезненная точка вообще в стране – удержать экономику с одной стороны, а с другой стороны медицину удержать. У нас же нет возможности выплатить. Вообще за апрель месяц не всем медикам выплатили вот эти 300% надбавки. Если им не будут платить 300% надбавки, то с теми темпами, с которыми они заражаются и заболевают, потому что в очагах работают, они просто все встанут и уйдут. Уже начались там какие-то точечные мелкие забастовки. Они будут продолжаться. Они могут слиться в одну большую забастовку. Хорошо ли это – нет. Как уже вот сейчас в третий раз вспомню Евгения Олеговича Комаровского. Он говорит, что, конечно же, пока будет забастовка, кто-то умрет. Конечно же, кому-то не сделают операции, кому-то не окажут первую своевременную помощь. Поэтому, знаете, забастовок бы не хотелось бы. И хотелось бы все-таки оценить труд людей не только на словах. Вот это бла-бла-бла. Вы герои, мы вас любим. Дай Бог вам здоровья, счастья. Это дай Бог здоровья и счастья тем, кто бездельничает Верховной Раде. А вот людям, которые работают в очаге такой серьезной инфекции, вот им дайте денег, а не счастья, здоровья. Рубрика «Неудачник года». Не недели, заметьте, а годы. Я думаю, это, конечно, Святослава Корчук. Партия «Голос» проголосовала за приключение его депутатских полномочий, хотя мужик рассказывал, что Верховная Рада была против. Они не проголосовали. Но он поступил очень просто. Он просто вышел из фракции. А так как он был мажоритарщик, то просто фактически он автоматически лишался своего партбилета, то бишь удостоверения депутата Верховной Рады. Ну и, конечно, ушел он в лучших традициях, как и заходил. Лгал, как заходил. Когда заходил, лжет, когда выходит. Сегодня съезд партии «Голос» лишил меня депутатских полномочий. Лишил его депутатских полномочий. Не он сам себя лишил. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии «Голос». Буду помогать всем, чем смогу. И там я буду полезен. Ну и так далее. Так держать. Ну и, конечно, слава Украине. Вот знаете, я ненавижу слова. Вот есть какие-то обороты десятки, которые я просто ненавижу и презираю всем сердцем. Например, я презираю всем сердцем слова реформы. Или, например, вот знаете, чем подлее человек и чем он безответственнее, тем больше он кричит там «Слава Украине». Или, например, человек, который вообще ничего не вкладывает в это выражение. Вот они все, депутаты прошлого созыва, этого созыва, они все время все говорят «политическая ответственность». Я говорю, вот если вы этого не сделаете, то, что вы сейчас клянетесь, божетесь и обещаете, вы чем ответите? Знаете, бизнесмен отвечает имуществом. Ну, деньгами платят за риски. Я не знаю, там, служащие платят свои работы. Не вышло на работу раз-два, уволили, к чертовой матери. А эти чем платят? Ну вот чем они платят? Что такое политическая ответственность в нашей стране? Я знаю, что такое политическая ответственность в Британии. Выпил там чай где-нибудь в кафе на лицевительскую карточку государственного служащего или, не знаю, депутата. Раз, подал в отставку, если тебя засекли на этом. Вот это называется политическая ответственность. А 5 процентов, 5 с чем-то, 5,2, по-моему, людей в Украине проголосовало. Посчитайте сами, сколько это, да? Давайте сейчас посчитаем. Если в Украине, образно говоря, 40 миллионов, то 10 процентов это 4 миллиона, ну вот 2 миллиона, чуть меньше 2 миллиона, да? Там 1,5 миллиона людей, например, проголосовало за Покорчука и партию «Голос». Они все поверили тому, что он говорил, что «тего разу я на вид вступлю, я не сдамся бы сбою, ни я не выйду из парламента, ни все будет нормально». И вышел. Спасибо, Гриша, уважили мое решение. Ну и слава Украине. А нам-то что, всем, да? Ну вот нам это, я имею в виду, тем, кто голосовал за Покорчука. Вот поэтому, если бы мне сказали, кто в рубрике «Неудачник года», вот самый такой яркий, это, конечно, сам Покорчук, хотя, наверное, он так не считает. Ну и бог с ним. Пусть считает что угодно о себе. 26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт. Получила в концессию на 30 лет компания ООО «Ресоил Херсон». Она будет инвестировать в развитие порта около 300 миллионов гривен. Ну, друзья мои, вы, наверное, понимаете, что 300 миллионов гривен для того, чтобы получить такой порт на 30 лет, это вообще, в принципе, не деньги. Ну, то есть это, ну, скажем так, учитывая курс 8 миллионов долларов. Вообще ни о чем. Морской большой порт в распоряжении этой компании. А вот, концессия заключена на 30 лет. Уже в 2030 году концессионер что обязуется обеспечить? Повышение объемов перевалки грузов, там 1,36 миллионов тонн. Обязуется увеличить до 80% доли грузов следующих в порт, обязуется дороги построить, которые там, ну, вот ведут к этому порту и так далее. Ну, знаете, что я вам скажу? В принципе, за такие деньги отдать порт на 30 лет, как мне кажется, это подарок. Просто подарок. И я, конечно, заинтересовалась, потому что проект поддерживали господин Крикли, который министр инфраструктуры, президент сам, потому что он был вчера в Херсоне, да, и присутствовал при этом событие тоже, как и при других. Кстати говоря, все журналисты жалуются, и Херсонские в том числе, что их не пустили ни на одно событие, ни на одну акцию с президентом. Он переезжал, там у него был ряд встреч и так далее. Никуда не пустили. Там был только канал 1 плюс 1 и Украина 24. Ну, каналы приближены к Офису президента. Ну, мне кажется, так даже не поступал Янукович. Ну, в целом, в целом, да, вот журналистами, я вам должна сказать, такое формируется некоторое напряжение, о котором я скажу чуть позже. А сейчас о порте все-таки продолжим. Я заинтересовалась, а что же это такое, да, что это за компания, кто ее руководитель, кто является конечным бенефициаром этой сделки. И вот что мне рассказали. Давид Бежуашвили. Есть такие два брата. Давид Бежуашвили и Гела Бежуашвили, да. Давид работал при Саакашвили, руководил там Сабезом, то есть РНБО грузинским фактически. И, ну, он достаточно близкий человек к Саакашвили. И этот факт дал, так сказать, толчок для того, чтобы все тут обсуждали, что это вот Саакашвили пролоббировал тему своих людей и так далее. Но я поговорила с людьми тоже близкими к Саакашвили и вот что узнала. Я не буду утверждать, что это была сделка, которую лоббировал Саакашвили, но и не буду утверждать, что эту сделку другой человек лоббировал, о котором сейчас вам расскажу. Но есть два варианта. Вот один вариант Саакашвили. Против этого варианта выступают те, кто говорит, что Гела Бежуашвили, который сейчас имеет отношение, является конечным панифициаром вместе со своими партнерами этой сделки. Кстати, если вы увидите его фотографию в интернете, вы будете потрясены, как он похож на Берию. Ну, просто одно лицо. Бывают же такие совпадения. Просто двойник. И говорят, что когда Саакашвили еще на заре, так сказать, своего руководства Грузии еще общался с Путиным, то когда он один раз взял на эту встречу Геллу Бежуашвили, Путин был шокирован. На смысл вошел человек, который был один к одного, похож на Берию. Итак, ну это, в общем-то, знаете, какие-то такие околосветские такие фразочки. Но, тем не менее, деталь очень интересная. Но вот другие люди говорят, что основным контрагентом Геллы все-таки является Виктор Пинчук здесь в Украине. Там он владелец завода Индар, он искал в Украине дополнительные возможности Гелла и нашел как раз в лице Пинчука такого лоббиста в хороших отношениях с семьей и другом. Сам Гелла не очень богат по украинским меркам, по грузинским богат, по украинским меркам. Он всегда искал дополнительные инвестиции в Украине. Собственно говоря, в Украине у него были здесь такие интересы. И вот он получил, наконец, этот порт. Что стоит? Мы, конечно, будем интересоваться, что стоит за этой сделкой, почему ее лоббировали, кто ее лоббировал. Я обязательно буду узнавать новые подробности и обязательно вам их расскажу. Ну и что касается медийного закона, который готовит здесь в Украине. Основные проблемы с тем законом следующие. Мы вчера тоже обсуждали их. Первое – это то, что расширяются права абсолютно заполитизированного органа, нерегуляторного, по сути, регуляторный формально, де-юра, а на самом деле очень политический. Нацрада. И теперь Нацрада будет командовать не только телеканалами, не только телевещанием и радиовещанием, но еще, если этот закон будет проголосован, сайты под него пойдут, печатные в СМИ и так далее. Чего, конечно, журналисты не хотят, потому что они прекрасно помнят, как последние 10 лет при разных президентах Нацраду и разные составы Нацрады использовали именно так, как инструментарий против свободы слова и против журналистов. Если вы являетесь оппозиционным каналом или оппозиционным радио или оппозиционным сайтом, то обязательно будут искать повод, как забрать лицензию. Кто-то в эфире вашего канала что-то сказал не то, но вы понимаете, что в прямом эфире, например, очень трудно контролировать гостей. Если гость сказал какую-то фразу, которая с точки зрения Нацрады разжигает, я не знаю, межнациональную какую-то вражду или еще что-то, или кажется пророссийской или еще какой-то, вот начинается вся эта история. То есть на провластных каналах можно говорить все, что угодно и делать. К ним никто никаких претензий не имеет. А вот оппозиционный канал следят все. Поэтому, конечно же, никто этого не хочет. Ну и вторая часть Морализонского балета, почему этот закон принимают не только настороженно, но и враждебно проект этого закона, это то, что он будет, конечно, пытаться просто поставить на учет всех блогеров, ограничить их права, ограничить их свободу. Блогеры должны будут регистрироваться. Никто, конечно, не будет регистрироваться. Да и вообще не очень понимаю, как это можно сделать. Ну хорошо, но закрыли вашу площадку, да, каким-то образом, смогли это сделать. Написали миллион жалоб, сказали, что вы там что-то разжигаете и так далее. Вы покупаете себе австрийскую карточку, своего австрийского телефона, там спокойно, совершенно, может быть, даже в анонимном порядке, ведете свой телеграм-канал и все. Ну то есть, понимаете, это все, конечно, мне кажется, что не от большого ума делается. Но часть людей, возможно, будет запугать, наверное, или там как-то поставить в стойло, да, кто там слишком будет быковать против власти, как это принято говорить на улице. Но, тем не менее, в принципе, поставить это на поток и цензурировать в современном мире, я не знаю, информационное пространство, по-моему, это невозможно. Поэтому я с удивлением смотрю на этот медийный закон, и будем смотреть, конечно, но я публично там свое мнение высказала. Посмотрим, как это будет дальше. Ну вот, короткие итоги на сегодняшний день. Встретимся буквально завтра, послезавтра. Классных выходных. Всем берегите себя. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok